Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюня и Катюня. Всё просто, ну, хотя всё далеко-далеко не просто. И обсудим новый влог, едем проведывать наших девочек. Читаю, как написано. Значит, как всегда, у них приветствие по очереди. У нас Калюня первый, да, а потом уже Алюня. Калюня всё так кратенько, да, сказал, что, значит, будет интересно, будет прогулочка. Говорит, сами посмотрите, комментарий напишите. Ну, как обычно, да, заучил хорошо. А дальше Алюня, да, очередь её пришла своим таким писклявым голосочком, наигранной добротой. Значит, пригласила в новый день и сказала, что канал у них живой. Серьёзно, Алюня живой? Какой же он живой? Когда вы оставляете только лизоблюдные комменты, а всю критику смываете напрочь. Опять растораторилась про Полину, что её не выписывают, дитё плачет, хочет домой. Ну, а там проблемы, видимо, с ребёнком, поэтому их задерживают. Но Алюня, как профессор, сказала, сейчас поедем, всё разузнаем. Говорит, перевели ребёнка в недоношенные. Какие недоношенные? При этом, говорит, ну, она не недоношенная, просто не добирает вес. Ребят, правда, для чего нужны такие прям подробности? Про эту девочку, про ребёнка, зачем это нужно трепать на весь белый свет? Дальше Алюня пояснила за карту, что они выставляют карту. И, говорит, ничего здесь зазорного нет. Смотрела, что многие каналы выставляют карту, и миллионники выставляют карту. Да, выставляют на стриме, выставляют в описании. Такие же, возможно, наглющие, как ты, Алюня, выставляют. Но, видимо, не тех ты блогеров смотришь. Ну, понятно, вас же пиарят Виталик и Ангелина, Уралочка. Поэтому, что здесь такого, конечно, эти выставляют поберухи. И ты вместе с ними стала поберухой. Рассказала, что кто-то там перечислил некая Светлана ей 100 рублей. Говорит, безмерно там благодарны за эти 100 рублей. Говорит, и никуда мы эти денежки не потратили. Ну, конечно же, а на что можно потратить 100 рублей? На спички, наверное. Но потом сказала Алюне, что они собирают на новый телефон. Ну, так и купите новый телефон. Вы же зарабатываете деньги. Кричала же, что канал у них не ради денег. А теперь поберухой стала. Фу, стыдоба, Алюня, тебе. Да ещё отвечаешь не подписчикам, а мне. О том, что содержать вас должны ваши зрители и подписчики. Тебе такое и не пишут, Алюнь. Отвечаешь ты мне. И сидишь на моём канале круглосуточно. И комментарии тоже читаешь. Ну, хоть бы в конце концов привет передала. Потом она заявила, что у неё прям такой канал, что чуть ли не миллионник. И прям такая аудитория. Потом рассмешила, ребята, на меня. Говорит, ну, говорят плохо, это люди, которые сами ничего не могут сделать. Говорит, а вы создайте канал, соберите аудиторию такую. Не, мне, Алюнь, такая аудитория, как у тебя, не нужна. И что у тебя за канал? Ну, вот чем ты хвалишься? Ну, понимаю, было бы у тебя там подписчиков, как у Уралочки. А то каких-то четыре с половиной тысячи и ни туда, ни сюда не двигается. А она прям кричит, что канал её из депрессии вытащит. Ой, ребят, я на неё смотрю, да. Пытается показать себя такой добрёхонькой. Прям благодарностями осыпает, да. А на самом деле стоит, говорит, а сама злющая-призлющая. И главное, что я услышала. Говорит, и нигде нет такого, да, внимания, которое дарят им, да, на канале. Серьёзно, Алюнь, нигде нет. Только один твой канал, который прям осыпает тебя вниманием и добрыми словами. Ну, критику ты удаляешь, конечно же. Смываешь тут же. Всё подчищаешь. И остаётся лизоблюдство. Конечно, можно уже и похвалиться этим. Ну, а дальше уже кадры. Как они едут, ребят? Просто невозможно. Это дребезг машины, этот писк Алюни. Но потом, ребятушки, прямиком из машины она передала привет обзорщикам. Интересно, каким кам? Когда обзорщица у них одна, да. То есть она мне привет передала и понесло её. Алюнь, ты на своём канале работай, да, будь честной. А то не вылазишь с моего канала. Ну, в принципе, я рада. Может быть, хоть к чему-нибудь, да, прислушаешься. Хотя она вряд ли такая блогерица, как ты. Ой, блогерица. Вряд ли прислушается к нормальным, адекватным людям. Да, у вас адекватные считаются лизоблюды. И понесла она в сторону нас, ребят, такую чушь, просто капец. Что она и показывает якобы людей, которых нельзя показывать. Якобы и рассказывает то, что не надо рассказывать. Алюнь, вот скажу тебе честно, таких вот трепливых блохериц я ещё не видела. Говорит, что мы кучка людей, да, обсирающих. А вот то, что сама в одиночку уже обгадила всех своих родных, то за собой она не следит. Брата вдоль и поперёк уже перемыла. Эту Полинку, мать Полины. И кого она ещё только не обсудила. Про родителей рассказала Калюниных, да. Всё, всё перемыла вдоль и поперёк. Вынесла всё полностью, весь ссор из избы. И про кого-то ещё может говорить. А сейчас всё контент это внученька Калюнина. И теперь будут говорить только про Полинку, про малышку. И здесь вынесут, да, на весь мир все подробности. Я прям боюсь, что ещё и подробности родов вынесет на всемирное обозрение. Дальше, ребят, под грохот машины. Она отмазывалась за булочки. И главное, что ей там комментарии никто за булочки-то и не писал. А отвечает она, ребят, нам. Алюнь, ты на своём канале там разбирайся и отвечай. Чё ты постоянно отвечаешь мне? Мне понимают и главный зритель, наверное, у меня на канале. И опять, ребят, понесло её за Семёна, что она его сосисками кормит, да. Ну, это опять же тоже я говорю. Целый видеоролик посвятила мне. Просто целый видеоролик. Ну, хоть бы сказала, кому посвятила, да, что вишенки на торте отвечаешь. А то, якобы, что ей это всё пишут, да, что все культурные коты едят якобы вискосы и китикеты. Типа, а у них не культурные. Какие вискосы и китикеты? Алюня! И при чём тут культурные коты должны есть кошачью еду? Как уже достало с этим своим Семёном и с этими вискосами и китикетами? Вискос и китикет – это всё то же самое, что твои сосиски. Это самая настоящая отрава для котов. Дальше заехали в Магнит, купили Полине сок. Ну, какой это сок? Это ерунда какая-то искусственная. Приготовила бы сама морс из замороженных яблок. Или, в конце концов, компотик бы сварила. Нет, какую-то химию купила. Да и булочки нужны, а не ей, интересно, кормящей маме. Сами ешьте. Сами ешьте эту билиберду. Зачем ребёнку возить вот такую вот еду? Ужас просто. Ну и что, в общем, хочу, ребят, сказать. Что нам показали? Как уехали из дома, проехали по рынкам, магазинам, и как подъехали к роддому. И всё это 31 минута. И половина из этого дребезг машины, шум, какая-то постоянная болтовня Оли. И в основном в нашу сторону. Ответы на все наши претензии. В общем, ребятушки, я буду заканчивать. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев. Жду вашего мнения. Ну, и прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok